Начнем с крестового похода против контрабанды, которой затеяло украинское правительство. Потери от серых схем на таможне около 100 миллиардов гривен ежегодно. В этот незаконный бизнес вовлечены десятки тысяч человек. И чиновники, и таможенники, и пограничники, и обычные люди, которые уже привыкли жить за счет контрабанды. Как устроены эти схемы, выясняла Елена Зорина. Лес. Сигареты. Алкоголь и даже наркотики. Везут, несут, переправляют по земле, воде и воздуху. Может джипами переезжать на ту сторону, конями, квадрокоптерами, литоками. Из-за контрабанды нередко даже стреляют. Вот один из последних случаев. Поселок Красноильск. Банять! Слышать! Слышать! Уже на следующий день эта история продолжилась в Киеве. В правительстве предложили ввести уголовную ответственность за незаконную переправку товаров через границу и объявить полномасштабную войну контрабандистам. Больше никаких разговоров о том, что это невозможно, я не хочу даже слышать. Я хочу конкретных и суворых решений, даже жестких, если хотите жестких, до тех всех схемчиков. Миллиарды мимо кассы. Кто крышует контрабандные потоки? Удастся ли эти схемы переломать? Это горный участок границы с Румынией и, пожалуй, самый популярный среди сигаретных контрабандистов. Груз им подвозят практически под черту. Ну а дальше дело техники. Насколько нарушители быстро бегают и знают местные тропы. В народе их называют верблюдами за то, что тащат на себе сигаретные ящики. Вес груза порой достигает 85 килограммов, а заработки колеблются от 25 до 50 евро. Заходку все зависит от расстояния и тяжести. Но поймать таких курьеров удается не всегда. И даже если повезет, наказание для них всего лишь штраф. Сумма от 3-400 до 5-6 тысяч гривен. Контрабандист плачивает свои незначные суммы. И, соответственно, буквально через несколько часов уже старается сделать новый вояж. На контрабанде наживаются не только местные, но и мафиози, организаторы схем. Незаконной переправкой товара занимаются чуть ли не в каждом селе. Самая богатая хата – это люди, которые не за кордоном работают. Это контрабандой занимаются. Дворцы в несколько тысяч квадратных метров с фонтанами, прислугой и огромной территорией. Так выглядят особняки в приграничной зоне. На камеру местные говорят – занимаются бизнесом. К примеру, шитьем свадебных платьев. Контрабанды знаете кто? Фурами. Кто? Не наши, киевские. А это царское село, так называют район, вблизи черновцов. Здесь чиновники, прокуроры, судьи и контрабандисты живут по соседству. И разговор с журналистами у обитателей короткий. Что мы порушиваем? Я вызываю пыль. А вы кто? На улочках, как грибы, после дождя вырастают шикарные новые дома. Но даже строители не хотят говорить, за чьи деньги и для кого их возводят. Я не очень не разумею. А на русском, понимаете? Не очень. Чем занимаются люди? На сью. Над чем? Какой бизнес? Он всем, что может. Контрабанда тоже? Нет. Протоптанные тропы в Румынии. Вот фото месячной давности, сделанные в соседнем государстве. А в Украине даже не дыры, а комфортные калитки для контрабандистов на границе. И это далеко не все поблажки для переправщиков. Говорят активисты. Наслідки боротьбы против контрабанды и коррупции на Буковине. Облили снизу бензин. Как построен здесь контрабандный бизнес, Валерий решается показать и нам. Едем в сторону границы. Активист рассказывает, когда идет контрабанда, на трассе дежурят специальные люди. Их называют фишкарями, которые обеспечивают безопасность прохождения груза. Иногда в схеме задействованы около полусотни человек. Как работают контрабандные схемы, хорошо знает и этот человек. Он бывший таможенник. В целях безопасности просят не называть его имя и не показывать лицо. Есть специальные люди, которые работают на митнице, уже знают, что это есть. Они подают предыдущие документы до митного оформления, уже с подробными инвойсами. На этих документах там нет ни отмиток ни одной из митниц из Европы, ни из Туречки, ни из Витки. Там только стоит фирма-вотправника отмитки. Сигареты или что пожелаете, можно провести без проблем. Эти машины, говорит наш собеседник, никто не досматривает и не взвешивает. Везут, взуття, одяг, записываются совсем іншим. Якщо есть указка пропустить, очи закрывают на все. Вся прибыль от такого бизнеса, утверждает, идет наверх. Есть четко оговоренные таксы. Больше 2000 долларов – это изменения, должны не сдавать. Это дань из инспекторского склада. За один месяц пункт пропуска может сдать больше 10 тысяч долларов. А если не сдают, люди больше там не работают. В связке работают почти все, от контрабандистов до госчиновников, говорит экс-фискал Константин Лекарчук. Схемы, отложенные годами, и сейчас не изменились. Все государственные органы, которые есть на кордоне. Державная фискальная служба, служба безопасности Украины, в какой-то мере прикордонная служба, ну и полиция, до речи, она никуда не сбывала из этой деятельности. Именно главных контрабандистов области, говорят активисты, тоже известны. Один из них живет возле границы. Его империя процветает. Шикарные гостиничные комплексы и не только. Он имеет где-то 30 заправок, построил такой гигантский комплекс, никогда не работал. Что самое главное, что митный пост Чернівцы, внутренний пост. Митница арендует у главного контрабандиста. Подъекают люди, что у него там есть тунель на Румунию. Убитки государства. Доказательства есть на бумаге. Лишь по тих документах, что есть действительно доказательства, это полтора миллиарда гривен вбитков, и скрозь идут одни отписки. Чем закончится война контрабандных кланов, тех, кто их крышует и кто хочет жить честно, пока большой вопрос. Но очевидно, что эта война надолго и быстро разрушить схемы не удастся. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Геннадий Аникейенко и Юрий Малаок. Подробности недели телеканал Интер.